Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что это? А то ты не знаешь Мне Подарок Я посмотрю Ну вы молодца Так быстро Я даже не ожидал Слушай, ты гнида Кончай спектакль И скажи спасибо, что я добрый А то вы... А то что? Да сдал бы тебя куда следует За что? Сами знаете, не за что Руки убрал Я сказал Руки убрал Добрый он Вы не добрый Вы трусливый И жадный А я вот добрый Иначе сейчас побежали бы Искать еще одну сумочку Сейчас Да если захочу, то... Поцелуешь меня в задницу А сейчас рот свой закрой И расслабься КОНЕЦ ВЕСЕЛЬНЫЕ ВО ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Привет! Это Рома Телешев? Здорово! Слушай, есть предложение. Ты где сейчас? Я-то где? Ха! Я чуть с ума не сошел. В трубку кричу, кричу. Потом грохот и тишина. Так я телефон выронил. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А что поднять не мог? Меня же стреляли. Но ведь не убили же. Зачем было телефон-то отключать? Хоть бы сказал, что все нормально. Ты совсем о людях не думаешь. Ну, извини, Ромик. Нет практики. В следующий раз, когда в меня будут стрелять, я тебе обязательно отзвоню. Прости. Слушай, а может, это розыгрыш? Ну-ка, покажи. На зеленку же похоже. Может, дети балуются? Послушай, Рома. Тебя вроде в институте придурком не называли. Какие дети? О чем ты говоришь? Ну, конечно. Я придурок. Конечно. Фигура такого масштаба, как Дмитрий Алич, меньше чем на заказного киллера не согласна. Извини. Надо в милицию заявить. Дим, послушай старого друга. Не смеши людей. Тем более людей в милицейской форме. Розыгрыш это. И все. Ну... Хм... 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 Если честно, выстрела я не слышал. Так. Скорее всего, стреляли из винтовки. С глушителем. Ага, с глушителем. Так. С глушителем. Так. С глушителем все понятно. Непонятно другое. Куда, говорите, вам попали? Вот сюда. Вот. Ага. Ага. Значит, не больше и не меньше. Примехонько в селезенку. Ага. Так. Ага. Вы живы-здоровы? Так, в том-то все и дело. Я сначала ничего не понял. Ну, словно кто-то взял и поддых. Бу! Да-да. Вот, как будто вот поддых. Сильно. Вроде. Нет, не сильно, но больно. Ага. Вот. А потом смотрю вниз. И пятно расплалось. Кровавое. Зеленое. Как-как? Зеленое. то есть ну что то есть то и есть самое натуральное зеленое пятно скажите а нельзя взглянуть на входное отверстие от пули в том-то и дело никакого отверстия нет нет синяк есть вот но отверстие нет небольшая гематомка имеет место быть а входное отверстие от пули извините я не наблюдаю так в том-то все и дело скажите а вы случайно не принесли с собой рубашку который вас и извините это подстрелили конечно принес час и самое главное обратить внимание на этот вот этот цвет гадкий болотно-зеленый сердце легкие селезенка цвет обычный белый в каком смысле может быть вы ее случайно постирали да нет хорошо может быть перепутали нету принесли хорошо подводим итоги да вас стреляли но входное отверстие от пули мы не обнаружили вы были ранены но кровь оказалась зеленого цвета и таинственным образом исчезла с вашей рубашки вот дмитрий андреевич скажите вы сериал секретные материалы смотрите не это что там когда в инопланетяне настреляют кровь чаще всего зеленого цвета как у вас с инопланетянами часто видитесь в инопланетяне настреляют кровь чаще то есть Поехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Опять? То-то то же самое. Что опять? Меня стреляли. По-моему, это краска. Смотрите, смотрите. Дмитрий Андреевич, вам бы выспаться. А? Ну, на вас лица нет. Вот. Вообще, вы коньяк любите? Ну, ничего. Все равно. Вот. Советую, как лекарство. Пятьдесят грамм. Приняли. И баиньки. Утром все пройдет. Ну, я это... Извините. Угу. Ух. 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 А на запойного вы не похожи. Что? А? Ага. Я вообще не пью. Я вижу. Зачем тогда заказали? В милиции посоветовали. Давненько я в милиции не был. Надо как-нибудь заглянуть, раз там такие перемены. А они еще сами пока не наливают? Пока нет. Обидно. Да вы совсем плохой. Что случилось? Умер кто? Я. Два раза. А еще я инопланетянин. Понятно. И у меня кровь веселеная. Пошел я. Ладно, парень. Не тушуйся. Всякое бывает. Давай. Вот и ты мне не веришь. А мне никто не верит. А в меня, между прочим, сегодня стреляли. Ну, кого это волнует? Ну, хорошо. Давай сядем, поговорим. Кстати, меня зовут Гаврик. Дмитрий Андреевич. Пойдемте. Если меня хотели убить, то почему не убили? Если это чей-то розыгрыш, то чей? Глупо и не смешно. И у меня таких знакомых нет. Идиотов, остряков. Я не психопат. И стрессов у меня нет. И глюков тоже. Я ничего не принимаю. И в роду у меня сумасшедших нет. Дмитрий Андреевич. Расслабьтесь. Меня вам сам Бог послал. Я так думаю. В каком смысле? А в том, что я знаю ответы на все ваши вопросы. Включая те, которые вы еще и не задавали. Вы сыщик? Психолог. Слушайте сюда. Я думаю, что стреляли в вас по одной единственной причине. Ясно продемонстрировать вам вашу уязвимость и незащищенность. Какой смысл? Я вас не перебивал. Это первое. Второй раз. Вас стреляли по двум причинам. Во-первых, показать, что это не случайность. И во-вторых, для того, чтобы выставить вас полным идиотом в глазах ментов. Ну, какой-то кретин, которого стреляют. Ему хоть бы хны. Никаких последствий. И кровь у него зеленая. Интересно? Еще как. Далее. Около дома вас стреляли. Только для того, чтобы показать, что они знают, где вы живете, и вам от них не уйти. А по поводу самой исчезающей краски, ну, не смешите меня. Это в любом магазине приколов продается. Любой школьник, маломальский рубящий в химии, легко может изготовить этот состав. Логично? Я что-то не улавливаю мысль. Зачем? Вот. А затем? Что не сегодня-завтра. Вам позвонят. Или подойдет очень мило выглядящий молодой человек. И скажет, дорогой наш, в вас два раза красочкой уже попали? На третий может быть и пулька. Так что пора раскошеливаться на порядочную сумму. Шантаж? Неверно формулируете. Это, дорогой мой, сделка. Вы уверены? Угу. Хотя, в ваших определениях есть какая-то логика. Но что делать? Денюжки отдавать. Но у меня никто не просил. Уже просил. Когда? Сейчас. Кто? Я. Только без нервов. Думайте, думайте, варите своими мозгами. Я стрелял в вас сегодня два раза. Если это шутка, то... Нет. Шутки кончились. Перейдем к делу. Мы взрослые люди. Если вы сейчас хоть дернетесь... То вы меня убьете. Как же? При свидетелях. Восемь раз. Я просто встану и тихонечко уйду. И ничего вы мне не сделаете. Сами подумайте, что можно... Пришить человеку, который пульнул другого красочкой. Которую, кстати, и обнаружить нельзя. Ничего. Я пульнул вас завтра. Часиков в девять. Когда вы повезете свою милую дочку в школу. Успокойтесь. Ручки на стол. Я не собираюсь прихватывать вас на детях. Ручки на стол. Я не монстр. Я деловой человек. Значит так. Сто тысяч долларов. Я вам позвоню. Посмотрите, кто сидит за нами. И вообще не гонит, не гонит. Значит, когда они позвонят, я должен вести себя как обычно, да? В смысле? Ну, чтобы они не заметили, что я волнуюсь. Клиент просит сто тысяч долларов. Если это не повод для волнения, не волнуйтесь. А если повод, то зачем это скрывать? Наоборот, бросьте вы. Говорите, как говорите. Тогда я должен... Тогда я должен растянуть разговор как можно дольше. Зачем? Чтобы у вас была минута, чтобы засечь его. Вы пересмотрели боевиков. Конечно, лучше подольше, но это не обязательно. Наоборот. Если клиент почувствует, что вы тянете резину, он заволнуется. Да не нервничайте вы так. За те деньги, которые вы нам платите, мы можем засечь хоть разговоры на планетян. Вы секретные материалы смотрите? Я в них снимаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отрицательный результат тоже результат. Мы ваш телефон на прослушку поставили. И мобильник тоже. Я думаю, до того момента, пока он с вами не связался, вашей жизни ничего не угрожает. Хотя я могу оставить на всякий случай человека. Нет-нет-нет, не надо. Я думаю, что нет никакого смысла. Не станет же он меня сейчас убивать. Дмитрий Андреевич, вы начинаете мыслить адекватно. А в нашем деле это половина успеха. Прошу прощения, вы разрешите прикурить? Извините. Да? Что? Это вас. Слушаю. Ну, здравствуйте, Дмитрий Андреевич. Соскучились? Вам очень идет синий цвет. Где вы? Вы лучше спросите, где мой пальчик. Он на спусковом крючке. Поэтому будем спокойно, не спеша разговаривать и гулять. Хорошо? Хорошо. Ничего хорошего. Пошли. Итак, этот телефон не прослушивается, в отличие от всех ваших. И, кстати, после нашего разговора он превратится в бесполезную, хотя и красивую железку. Так что выкиньте из головы мысли насчет того, чтобы отнести его в милицию или хлопчикам, которых вы наняли. Да! Я, кажется, забыл предупредить вас в прошлый раз, что в наше дело не стоит вмешивать посторонних. Я, дурак, подумал, что это само собой разумеется. А вы что наделали, Арич? Вы что, тоже дурак? Вы б еще по телевизору выступили, кретин вы! Я не думал, что... Начинай думать! Еще кому хоть слово, и я вынужден буду принять ответные меры. Это больше не повторится. Вот и отлично. Наличку нужно собрать. К послезавтра уразумел? Я не успею. Не ври. Мне не ври. К завтра не успеешь, а к послезавтра, как миленький, конец связи. И тогда я понял, что меня от него никто не защитит. Ни милиция, ни частники. У него фантазия богаче. Его просто не вычислят. Так что, вообще какая-то идиотская ситуация. Я как голый в чистом поле. Если честно, я и на вас-то не надеюсь. Скорее пришел за советом. Не понял, чего ты молчишь? А что мне делать? Обычно, когда клиент рассказывает нам о своей проблеме, ты пару раз шутишь. Глупо, правда, но оптимистично. Человеку легче становится. Давай, выдай что-нибудь. Отдайте ему деньги. Молодец. Пошутил. Зато по чесноку. Дмитрий Андреевич, я вам хотела задать вопрос, которого мы почему-то не коснулись. У вас, в принципе, есть такие деньги? Есть. И вы, в принципе, можете завтра ему их отдать. Могу. Понятно. Но не отдам. Почему? Потому что это последние. Если по чесноку, я не миллионер. Да, у меня неплохой бизнес. Но сто тысяч долларов – это предел. Понимаете, о чем я говорю? Да. Этот тип запросил точную сумму моих сбережений. Клянусь, если бы он попросил 50 тысяч, ну, я бы, конечно, порыпался, но отдал. Но он хочет все. А у меня семья. Ребенок. Не дам. Какого черта? Уважаю. Как сказал Катя, в городе уже открылось отдельное кладбище для особо храбрых. Дмитрий Андреевич, как, где, когда он собирается получить от вас деньги? Не имею ни малейшего понятия. М? Э! Чего непонятного? От машины отойди. В 9.30 включите радио 103.3 FM. Чего? Иди отсюда! Василий, обязательно включите радио ровно в 9.30. Э! Стой! Кто сказал? Стой, говорю! А вот еще одно сообщение на ПЭЛЧ. Каврик напоминает Димке, что сегодня 15.00, у них встреча в бане на улице Мытнинской и просит не опаздывать. Димун, пожалуйста, не опаздывай в баню, да, блин? А мы сейчас поздравляем Майю Петровну «Не пей вода» с 70-летием и дарим ей композицию в исполнении группы «Ленинград». Да нельзя его брать при передаче денег. Да очень даже можно. Алич передает ему денежки, он говорит ему спасибочки, «А мы его тут как тут цап-царап». Мы? Именно мы, Ларек. Ментам же начхать. Хотя позвать их, конечно, нужно. Чтобы все по закону. Законник, блин. Хорошо, «Мой его цап-царап». И что? И что? И дальше, собственно, «Во тундре по железной дороге». И на каком основании? Он что, издевается? По-моему, один из нас дурик. И кажется, сегодня это не я. Ох, Клюбанчик, не хочу тебя расстраивать. Что, опять я? Вся история Алича ничем не подтверждена. Мы сами-то ему верим, потому что... Почему? Ну, потому что... А потому что мы всем верим. Таким образом, завтра один господин передаст другому господину сто тысяч честно заработанных долларов совершенно добровольно. Вот и всё. Да как добровольно, если он встречался с ним и угрожал ему? Никто не слышал. Он стрелял в него два раза. Никто не видел. Он звонил ему по телефону. Никто не знает. А если мы вмешаемся в эту ситуацию, то она ещё не знает, чем закончится. и если у вымогателя есть подельня, то он может запросто убить Алича. Не думаю. Я тоже не думаю, Лариса. Но ты можешь дать гарантию? И я не могу. Куда звоним? Брагину. И что он сделает? Витя-то? Да уж Витя-то что-нибудь сделает. Не сомневайся. Да, конечно. Он мастер. Давай не будем оторвать его от еды. Есть предложение. Я не опоздал? Нет, я раньше пришёл. Ненавижу, когда люди опаздывают. Сам никогда не опаздываю и другим не позволяю. Ну, нехорошо это. Когда человек опаздывает, значит, не уважает, верно? Верно. Пар просто чудовищный. Просто ломовой. Мудрые люди говорят, что русская баня для организма чрезвычайно полезна. Чрезвычайно. Я просто удивлён. Чему? Как же? После такой конспирации вы являетесь сюда совершенно спокойно. Неужели фантазия иссякла? А что, здесь хорошо. А по поводу фантазии её хватит ещё лет на 200. Только вот смысла нет. Меня даже если здесь и повяжут, то я всё равно всё буду отрицать. А вот вы попадёте... Ну, сами знаете куда. Одним словом попадёте. Это мне? Я посмотрю. Не то, чтобы я вам не доверял. Просто люблю подарки. Массаж не желаете? После баньки рекомендую. Цены умеренные. Здравствуйте, Гаврик. Здравствуйте. Только без нервов. Мы знаем, что вам нечего предъявить. Мы не милиция. Мы хотим просто поговорить. Ай-яй-яй, Дмитрий Андреевич. Взрослый человек. Что ж вы наделали? Вы ему не оставили выбора? Сто тысяч – это всё, что есть у господина Алича. Нельзя человека в угол загонять. Знаешь, как говорят шулера? Если у лоха есть тысяча, не выигрывай в него две. Не получишь ни одной. Ещё ты меня поучи жизни. Что ж вы примедняетесь, Дмитрий Андреевич? У вас же есть гораздо больше. Нету. А давайте проедем к нам в офис. Сядем, поговорим. Вы же не боитесь? А не поеду я к вам в офис. У меня морская болезнь. Меня укачивает. А что касается вас, Дмитрий Андреевич, то у меня дурное предчувствие. Сдаётся мне, что ваш институтский товарищ Рома Телишев будет ранен. Уж не знаю, насколько серьёзно. но уж как получится извинить. Может быть, это вас отрезвит. Да я тебя! Если вы меня сейчас хоть пальцем тронете, может, даже и убит. И ты тоже. Эх, разозлили вы меня! Спасибо за массаж. Да я тебя! Детка, заткни, пожалуйста, уши. Му! Чудаки! Чудаки! Ну, неужели непонятно? Если его вели постоянно, то и в офис он к вам пришёл с хвостиком. Ну, что это за пацифистская шелуха? Мы хотели поговорить. Ну и как? Поговорили? Легко говорить, Брагин. У нас был цейтнот. Мы действовали по ситуации. Ну, это понятно! У них был цейтнот, они действовали по ситуации. А взять телефон и позвонить. До этого очень тяжело додуматься. Детка! Ээээ... Если я не ошибаюсь, то мы, кажется, работаем вместе. Работаем. Только я не детка. А кто? Все вы детки? Только переростки и умцы на отсталые. Ну, неужели так трудно снять трубку и позвонить дяде Вите? Хорош морали читать. Ты умный, мы козлы. В разуме недоделанных. Что делать-то? Теперь я не знаю. Алло? Да. Что? Хорошо. Алёш звонил. Роман Телешев ранен. В плечо. Да не может быть. Ну, не Бэтмен же он, в конце концов. Черт! Весь аппетит испортили. Поехали! Ты смотри, какой умный нашелся. Научились все-таки рожать головастых. Все предусмотрел. Нет, действительно, я снимаю перед ним шляпу. Хотя, несколько зацепочек оставил. Каких? Пока не скажу. Сначала все проверим, а потом будем думать. Ты выходишь. Почему? Живый Дуйкаличу. И не отходи от него, не на шаг. Понял? Понял. Э-э-э, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! А если его грохнут и меня за компанию? Не стой с ним на одной линии, тогда одной пулей вас не завалят. Так подожди! Э-э-э, стой-э-э, стойте-а! Витя, а есть ли двумя? Что двумя? Пулями двумя! Детка, зачем смотреть на жизнь так мрачно? Слушай сюда! Роман Телешев! Здрасьте! Здравствуйте! Здрасьте! Роман, день и зубы! Здрасьте! Не стоило ей, Богу, беспокоиться. Мы бы сами поднялись к вам в палату. Как вы себя чувствуете? Уже лучше. Слава Богу, просто царапануло. Вы знаете, у меня реакция хорошая. Как только боль почувствовал, сразу на землю упал и за машину закатился. Скажите, вам противостолбняечное вкололи? Да. Кстати, это было больнее, чем пуля. Послушайте, а что с Димкой-то будет? Надо милицию сообщить. Его не убьют? Как вы думаете? Роман, дело в том, что я доктор. Могла бы я посмотреть вашу рану? Спасибо, не стоит. Все нормально. Меня боится. Роман, я на самом деле доктор. Я просто посмотрю. Я вам говорю, не надо беспокоиться. Там, там просто царапило. Я просто взгляну и... Не надо. Роман, вы что, до сих пор ничего не поняли? Что? Есть 20% вероятности, что вы на всякий случай сами устроили себе самострел. Хотя я почему-то думаю, что если размотать ваш бинт, то под ним не обнаружишь даже комарин Волкулса. Давайте посмотрим. Что вы такое несете? Ромка. А Ромка? Ну, зачем ты своего друга подставил? Да какого хрена? Ну, зачем же так другу? Бредами. Не выражайся. Извините. А я ведь сразу понял, что это ты на Алича навел. Уж больно вовремя ты позвонил. Он остановился и сразу получил краской в живот. Потом сто тысяч. Ты ведь точно знал сумму его сбережения? И ведь именно ты сообщал Гаврику обо всех его передвижениях. О местах, где он бывает. Ну да, конечно, это не доказательство. Но все-таки, почему из всех близких Дмитрия Андреевича ранили именно тебя? Он может его убить? Может? Может его убить? Я тебя спрашиваю, быстро говори. Может убить? Тебе все равно конец. Ты понимаешь, рана твоя липовая, липовая, да. Менты элементарно свяжут тебя. И Гаврика тебе не отвертится. Вашу связь установит. Он может убить? Может. Где он живет? Не знаю. Честное слово, не знаю. Так, слушай меня внимательно. Привет. Здорово. А что ты здесь делаешь? О тебе, я думаю. Что же ты, гнида штопанная, творишь? Ты почему мне не сказал, что сто тысяч это все, что у него есть? Кто ж отнимает последнее? У тебя от жадности и зависти башню своротило? Захотел институтского кореша моими руками раздеть до нитки? Гаврики, я... Что ты, что ты? Я никогда не отнимал у человека последнее. Такое чистое дело испоганил, гаденыш ты. Конфетка была. Никакого криминала. Два выстрела краской, потом детский гоп-стоп с пугалками и все. А теперь что? Мудила ты, гребаный. Теперь мне его убрать придется. И ты мне в этом поможешь. Я не хочу. Не надо меня впутывать, я не буду. Тебя об этом никто не спросит. Но мы об убийстве не договаривались. Не надо его убивать. Что, ненормально, что ли? А ты только сейчас это понял? ПОДПИШИСЬ! 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 Да? Алло, Гаври? Надеюсь не очень больно? Кто это? Карлсон. Гроза крыш. Что надо, Карлсон? Все очень просто. Ты оставляешь в покое Алича, я забываю про тебя. Только в настоящем покое. А то я сразу про тебя вспомню. И что ты мне предъявишь, а? Минуту. Гавриль, теперь понял? Понял, понял. Я тебе ничего предъявлять не буду. Я вижу, ты парень умный, а с такими можно бороться только одним способом. Клин клином или подобное подобным. Ах ты, сучья порода. Ну, не выражайся. Простой расклад. Тебе я неизвестен, а ты мне очень хорошо. Угадай, кто охотник, а кто жертва. Эээ, стоп, стоп, стоп. Ты загоняешь меня в угол. Это неправильно. Дай мне что-нибудь. Какой жадный. Мало ему. Ну, хорошо. Хочешь знать, кто тебя сдал? Вот падла. Понял вас, майор. Хорошо, завтра подъедем. До свидания. К сведению присутствующих, Шумаров час назад взял Гаврика при попытке убийства Телишева. С поличным. Но никто не ранен. Окей, это я предупредил, что Телишева могут пустить в расход. Шумаров просили завтра заехать. Как же я проголодался. Весь режим к черту. С вами можно до гастрита доиграться. Витя, а кто стрелял-то? Да, один знакомый. До Саафи. Стендовую стрельбу преподавал. Вот и выручил. Полезный человек, только очень голодный. Да. Ты на что намекаешь? Чтобы Брагин, как пацан какой-то гонялся по грязным вонючим чердакам и занимался пиф-паф? Никогда! Вот именно. Да, кстати, Алечу передайте, что неплохо было бы обновить мой счет в банке. Твой? А мы? А вы в этот раз ничего не заработали. Как это? Да если бы не мы… Детка, передай мне, пожалуйста, соль. Брагин, еще раз назовешь ее деткой? Брагин, еще раз назовешь ее деткой? Брагин. Брагин. У haber ссылок. Брагин. Cadролла. Экадерат. Она не загнётся. Экадерат. Экадерат. Экадерата. Экадерат. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова